Игромания представляет Подоспел второй эпизод стелс-боевика Хитман Он носит подзаголовок Сапиенца и предлагает нам отправиться в Италию, где лысого убийцу ждет новая миссия В 2014 году в Японии вышла красочная ролевая игра Stranger of Sword City Теперь же она стала доступна на Западе, с улучшенной графикой на консолях Xbox One и PS Vita Главный герой после авиакатастрофы оказывается в жестоком фантазийном мире, где его принимают за избранного Теперь его долг встать на защиту своей новой родины С портативных устройств на персональные компьютеры перебрался двухмерный боевик с пиксельной графикой The East New World Правитель волшебного королевства заключил сделку со злом После чего обитатели государства начали превращаться в убийц Наш герой лихо орудует клинками размером с него самого и пытается навести в стране порядок Впереди его ждут 80 с лишним уровней и множество схваток с разнообразными противниками Спустя год после релиза на Xbox и PC появилось созерцательное приключение Nero Нас ждет путешествие по странному миру, где, по словам разработчиков, все не то, чем кажется Игру хвалят за историю и красивый мир, но критикуют за не слишком интересные головоломки и технические проблемы На персональных компьютерах вышел приключенческий ужастик Back in 1995 Действие игры разворачивается в городе после катастрофы, где наш герой пытается отыскать свою пропавшую дочь Игра создана в виртуальной стилистике игр для первой PlayStation После небольшого перерыва в пятерку лидеров мультиплатформенных проектов возвращается GTA V С результатом 86 тысяч проданных за неделю дисков игра останавливается на пятой ступеньке Четвертая строчка второй раз подряд остается за первобытным шутером Far Cry Primal Call of Duty Black Ops 3 также сохранил завоеванные на прошлой неделе позиции и остался на третьей строчке После триумфального выступления на прошлой неделе на этой Dark Souls 3 сбавила обороты и довольствовалась серебром Продажи игры перемахнули за 1 миллион копий Согласно недавнему интервью разработчиков, компания From Software не собирается больше возвращаться к своей самой популярной серии И уже сейчас начала работу над совершенно новым проектом Впрочем, прежде студии еще предстоит выпустить два крупных дополнения для Dark Souls 3 Одно уже этой осенью, а второе придется подождать до следующего года Воспользовавшись осечкой конкурента, Tom Clancy's The Division поднимается на одну ступеньку вверх и возвращает себе первое место Пятерку эксклюзивов на этой неделе замыкает Yo-Kai Watch – Romance of the Three Kingdoms Продажи игры упали ниже отметки в 30 тысяч копий В итоге игра опустилась сразу на три ступеньки вниз На четвертой позиции оказывается Gears of War Ultimate Edition Розничные продажи медленно приближаются к рубежу в 2,5 миллиона копий Бронза достается Uncharted – Nathan Drake коллекция На второй позиции в рейтинг возвращается Bravely Second – End Lair Виной всему общий мировой релиз Впрочем, надолго в лидерах игра вряд ли задержится И уже на следующей неделе мы можем не досчитаться ее в первой пятерке А на первом месте дебютирует Ratchet & Clank Выходящий в канун премьеры одноименного анимационного фильма Ремейк самой первой части серии способен похвастаться приличной графикой Замечательной атмосферой, проработанным миром, юмором и харизматичными персонажами Другими словами, в новинке есть все, за что Ratchet & Clank так полюбились публике Как итог – 255 тысяч проданных дисков за первую неделю в продаже На этом все. Играйте только в лучшее!